В общем началась фурга такая приличная, знаете, тяжело очень идти Собаки наши не знаю уже где, но даже наш вездеход уже в принципе Едет очень медленно, примерно с той же скоростью, что я иду А темнеет начнешь где-то часа через два А нам еще километров 50 Это трес, друзья ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Люди мои, сегодня я покажу вам, как люди живут в самом далеком от Москвы регионе Здесь встречаются два континента, Евразия и Северная Америка Два океана, Тихий и Северноледовитый Температура здесь опускается до минус 50 А период без морозов составляет всего 72 дня в году То есть снег тут лежит иногда даже в июне Вечная мерзлота Эта проблема доходит на самом деле до того, что из-за вечной мерзлоты Даже на кладбищах периодически гробы поднимаются наверх Потому что вечная мерзлота их просто наверх выталкивает Множество маленьких поселков отрезаны от цивилизации проливами, лагунами Чукотского моря и болотистой тундрой Никаких дорог там нет в принципе В самых далеких селах родители детей в школу возят на собачьих упряжках Я никогда не думал, что собаки могут бежать так долго, но оказывается собаки вообще невероятно выносливые То есть на чукольских собаках можно проехать 200 километров за сутки Это невероятно вообще Продукты в некоторые районы завозят один раз на целый год Овощи и фрукты раз в один-два месяца привозят на самолетах А в магазинах есть отделы вот с такими товарами Вот здесь стоит кетчуп, 150 рублей, вы столько его оценили И вот на нем написано, что срок годности у кетчупа 6 месяцев А произведен он в 2017 году, 4, блядь, года назад От некоторых цен на обычные продукты глаза на лоб лезут Обычные помидоры стоят 795 рублей Укроп в пакетике такой вообще уже сдохший, но как бы живой Тысяча сто рублей за укроп Тысяча сто рублей за укроп, вы представляете? Ни одна трава в мире столько не стоит В некоторых поселках нет проточной воды и приходится топить лед А в некоторых приходится готовить на морской воде Даже в школе, друзья Если готовить, то мы с краной соленой водой пользуемся И соленой воды готовите? Соленую воду, конечно Просто меньше подсаливаешь При этом люди в этом регионе едва ли не самые сильные из всех, кого я видел Они очень любят Чукотку со всеми ее суровыми условиями И погодными, и социальными Я буду показывать, как живут люди в самых отдаленных регионах Куда добраться практически невозможно Не то, что самолет или вертолет Туда даже собачьи упряжки не всегда проезжают Каюры срываются с обрывов А упряжки попадают под лед Это невероятно трудно По дикой холодной тундре мы пойдем на собачьих упряжках Чтобы добраться до самых далеких поселений нашей страны Это Ленов, и сегодня мы на Чукотке Нам сейчас предстоит подобраться до мыса Дишнева на собаках Такого не делал еще вообще никто Это Лядов и как люди живут в Чукотке Блин, как вы быстро бежите ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаете, друзья, мне периодически говорят Антон, зачем тебе машина, если ты перемещаешься на самолете Это все, кажется, забавно Машина у меня есть Но вот, честно говоря, времени на правильное обслуживание Никогда не хватало Что у меня, что у ребят, кто со мной работает У моей команды, как правило Знаете, едем в сервис, когда прям реально что-то уже прям начинает барахлить Хорошо, что теперь у нас есть ФИТ-сервис ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ФИТ-сервис это сеть автосервисов по всей России и Казахстану Она сейчас очень активно развивается Потому что здесь все четко, быстро и без очередей Нужно только записаться на удобное время Здесь, в принципе, вообще все для людей Посмотрите, мы сегодня приехали с машиной нашего менеджера Для того, чтобы проверить, во-первых, ходовую Во-вторых, систему кондиционирования Потому что совсем скоро уже, наконец-то, лето Кстати, сейчас в ФИТ-сервис действует акция Обе эти диагностики для нас, как и для вас Если вы решите к ним обратиться, будут абсолютно бесплатными А вот и наш мастер, его зовут Андрей Сейчас узнаем его вердикт Андрей, что сделали, что скажете? Провели диагностику системы кондиционирования Летами и за горами Провели диагностику ходовой части По автомобилю нареканий никаких нету В принципе, автомобиль в хорошем состоянии И самое главное Вам не придется ломать голову, куда бежать за расходниками Потому что на станции все в наличии Прибавьте к этому гарантию год на работы и материалы Думаю, поэтому клиенты высоко оценивают ФИТ-сервис По ссылке в описании вы найдете ближайший к вашему дому сервис И сможете записаться на диагностику Хорошей вам дороги, но все, можно ехать От села, которое, кажется, и так находится на краю света Лаврентия На собаках нам нужно сначала пройти через замерзший залив А потом и через весь чукотский полуостров 100 километров до самого последнего поселка на краю России Где живут люди У Элена В переводе с чукотского – черная земля Дальше только Берингов пролив, Аляска и США Короче, вот так вот нам предстоит поехать в ближайшие две недели И не емнуться Сложнее всего сейчас даже не ем Имам оператора, который одной рукой держит хамеру А второй держится сам Слушайте, я никогда не думал, что собаки могут бежать так долго Но оказывается, собаки вообще невероятно выносливые То есть на чукотских собаках можно проехать 200 километров за сутки Это невероятно вообще Они в Книгу рекордов Гиннесса реально занесены Вот, стой! Стой! В Книгу рекордов Гиннесса на самом деле занесены не собаки, а гонка берингия В которой они участвуют Как самая длинная в мире 2000 с лишним километров по снегам Чукотки и Камчатки На сверхдлинные дистанции собаки способны благодаря особенностям породы Чаще всего это смешение двух Чукотской ездовой Она приспособлена к суровому арктическому климату При движении спина и поясница пружинят Конечности выносятся далеко вперед За счет этого они разгоняются до 30 километров в час Хотя средняя скорость 10-13 Крепкие мякиши пальцев обеспечивают надежное сцепление с поверхностью морского льда и горной тундры Вторая порода – хаски Мощные и быстрые собаки Генетически близкие к серым волкам Самого знаменитого хаски звали Балто Ему даже стоит памятник в центральном парке Нью-Йорка Он и еще 150 псов спасли целый город США от массовой гибели детей В 1925-м в Номе Это город на Аляске напротив того самого Уэлена, куда мы идем Случилась эпидемия дифтерии Инфекция разъедает кожу И в худшем случае без лечения смерть наступает через 2-3 дня Врачи Нома прогнозировали 100% смертность населению Город оказался отрезан от остальной Аляски самой холодной зимой за 20 лет Самолеты не летали, железной дороги не было Лекарства пришлось доставлять на собачьих упряжках 150 собак проваливались под снег Падали в залив и выкарабкивались И через 5,5 суток добрались Прошли больше тысячи километров и спасли город от эпидемии Балто до сих пор является национальным героем Америки А об этой истории в Голливуде снят мультфильм «Балто» и фильм с Уильямом Дефо «Того» Собаки невероятно дружелюбные О, ты господи, красавец какой Вот я чужой человек, он меня никогда в жизни до этого не видел Подходит О, ты вообще какие милашки Вообще, я, конечно, не представляю, как они живут в этих будках Навтыкали вот таких будок из фанеры Причем внутри каждой этой будки там куча снега Такое-то у него снежное царство Вот посмотрите, какой красавчик Вот, я не могу здесь простоять, не прикрываясь балаклавой минуты А они живут здесь круглосуточно Это не так, что их сейчас вывели на улицу, а потом в тепло Нет, они живут под открытым небом абсолютно все время И с щенячьего возраста их приучают Соответственно, обучают ездовым функциям И со временем щенки превращаются в вожаков То есть вожак, он, соответственно, ставит себя То есть у собак выделяют какие-то лидерские качества И вот тот, кто самый наглый, самый свирепый Становится вожаком, и он ведет обязательно упряжку Это очень важно, характер собак Субтитры создавал DimaTorzok Как вы вообще управляете ими? Нога, значит, вперед, этот, под-под, значит, направо Значит, налево, и все Ну и так стоять Запомнили? Под-под направо, налево Тренировку перед выездом нам проводит опытный каюр Меня зовут Калянто Это что значит? Это имя, фамилия, отчество, так меня дед назвал Означает место, откуда я, в общем, вышел от злых духов А-а, переводится как... Ну да, место вышел от злых духов Один из десяти выживал ребенок Поэтому, чтобы меня не трогали злые духи Вот назвали меня таким Что я как будто близок к родственникам, злым духам Поэтому они меня не тронули Калянто – представитель коренного народа Чукотки – Чукчей Я родился с 150 оленеводов, зимой календаря не было, поэтому точной даты нету А, серьезно? Да, родился зимой 51-52-го Где-то или в январе 52-го, или в декабре 51-го Вот так вот А когда день рождения празднуете? Ну это, сейчас я праздную, попросил там своего друга, паспортиста, сделать 21-го число Это мы, когда я учился в Хабаровске, строительный факультет получал стипендию 21-го числа Серьезно? Да Интересно Вы прямо в Яранге родились, что ли? Да, прямо в Яранге И как вообще, расскажите, каково это вообще, вот этот быт, как там, как вот жизнь? Это вообще было тогда самое счастливое время Серьезно? Конечно, там Не было, ну пускай там Яранга там дырявая, еще что-нибудь Ну, все было, меня любили, и я всех любил Со стороны кому-то может показаться, что собак мучают, отправляя на такие дальние дистанции Но так кажется, пока не погрузишься в быт местных Собаки, для них, реально члены семьи Чтобы я, этот, не боялся дома один оставаться, или в Яранге Всегда оставляли, этот, какую-нибудь собаку Моя любимая собака была, этот, Кенги назывался Ну, он был высоко Вам с собакой не страшно было? Конечно, ну И главный друг у вас был первое время? Да Серьезно? Да А я вообще, один момент был в детстве Бабка моя, ну, пошла к своим соседям со мной А я еще ползал, ну, там, в комбинезоне ползал И она там заговорилась А в пологе, не в пологе, а в коридор, ну, там, и В холодном, в Яранге, там, этот, щука, сука, осенилась А она, пока разговаривала, я тогда к ней подполз И начал ее тоже сосать, со щенками Каюры, то есть погонщики, тоже заботятся о них, как могут Мясо, например, в переходах едят одно на двоих Воу, 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 вот самая жесть Вот происходит вот на вот таких вот Вот на таких кочках Ты такой просто вообще не понимаешь, как это, в принципе, происходит Это очень непросто Нам вот таким образом предстоит проехать километров 200, точно Но прежде чем дойти до самого далекого поселка России Нам предстояло добраться хотя бы до точки старта На побережье Чукотки А это в условиях полного отсутствия дорог Целое приключение Условия Крайнего Севера настолько суровы, что посреди тундры Тут бывают расставленные так называемые балки Это вагончики, которые, на первый взгляд, выглядят заброшенными Но на самом деле это укрытие, в которое может зайти Любой заблудившийся во время пурги Или просто если человек устал Это такая условная рука помощи Без нее часто не выжить ни на Чукотке, ни где бы то ни было еще Жизнь в мегаполисе, конечно, сильно отличается от Крайнего Севера Но бывают здесь ситуации тоже весьма суровые Моменты, когда необходима рука помощи Только выглядит она здесь совсем по-другому Кредитная карта Visa 100 дней без процентов Альфа-банка Помогает решить самые острые вопросы нашей обыденной жизни материальные Вы можете снимать до 50 тысяч рублей наличными в любом банкомате мира, когда вам будет нужно Закажите карту Альфа-банка на сайте и воплощайте свои мечты У вас будет 100 дней для того, чтобы не волноваться о процентах Причем период этот возобновляемый Вносите деньги на карту и снова пользуйтесь, как раньше Закажите карту Альфа-банка на сайте и домой ее к вам привезут очень быстро и абсолютно бесплатно И вы сможете сразу начать ее использовать Для покупок, снятия наличных, денежных переводов Более подробная информация и условия оформления карты в описании к этому видео Кредитная карта Visa Альфа-банка 100 дней без процентов Это помощь в нужный момент и без лишних вопросов Я никогда не знал, но оказывается, добраться до Чукотки, это как в Америку слетать, реально Во-первых, летит самолет почти 9 часов, это почти как до Нью-Йорка Вот сейчас я выхожу из самолета И я еще как бы прилетел не в город То есть 9 часов летел и все равно не долетел Потому что после этого, потому что сам город находится совершенно на другой стороне Дело в том, что аэропорт главного города Чукотки, Анадырь Строили не для местных жителей, а для военных До Америки отсюда примерно час лета И именно здесь планировали устанавливать ядерные боеголовки на военные самолеты, которые понесут их в сторону Аляски в период Холодной войны О секретной горе СССР неподалеку, в которой хранились боеголовки, у меня был отдельный выпуск Так вот, аэропорт по сей день находится через пролив от города Пересечь его — это практически купить еще один билет на самолет Осенью, пока лед не встал, можно добраться только вертолетом Стоит 4000 рублей И на него еще хрен попадешь Летом на барже за 2500, либо на воздушной подушке Либо есть вариант катера «Камчатка», до которого надо еще ехать на автобусе Стоит 250 рублей Зимой пролив можно пересекать прямо по льду Но желательно на вездеходе Ты выходишь из аэропорта этого Анадыря И попадаешь на стоянку перед аэропортом Посмотрите, как она выглядит Вообще, просто ни одной нормальной машины Все вот эти триколы, машины эти называются Вот, значит, одно колесо ростом с половиной у меня Потому что, как бы, вот именно на таких... Даже, вот, смотрите, машина полиции, реально, и тот трикол Охренеть, смотрите, огромные какие-то эти колеса Вот, смысл в том, что это машины на низком давлении То есть они, ну, как сказать То есть, вот видите, я могу даже продавить колесо То есть, когда они едут по льду Соответственно, они не давят на них слишком сильно И не проваливаются под лед Не ломают его Поэтому на них есть безопасность Единственный способ добираться до города Это снимать вот такие... Нанимать вот такие такси Вот, вообще, просто такси как будто из фильма Из Need for Speed'а, посмотрите Просто, смотрите, заапгрейдил чувак Ниву обычную Вообще, он оставил себе огромные вот эти колеса С полметра ростом Очень крутая тачка, очень впечатляюще выглядит Вот, и, соответственно, люди договариваются С такими таксистами Но такси здесь стоят каких-то бешеных денег Добраться до города от аэропорта Стоит там 3-4 тысячи рублей Дорога — это вот такой коридор внутри сугробов высотой метра два Съезжаем с асфальтовой трассы и дальше через пролив едем просто тупо по сугробам Железяки слева — это не мост Эту штуку построили, чтобы было удобно перегружать уголь на суда, который приходит летом Чтобы было удобно перегружать людей, пока ничего нет Написано правило, что, например, в пургу и туман выезд запрещен Что довольно трудно на самом деле Потому что пурга и туман здесь примерно каждый день И вот такими вот там оранжевыми палками отгорожены зоны В которых вот конкретно здесь, например, провалился трактор И пометили это место, чтобы водителю туда не ездили, не рисковали лишний раз Кажется, как будто впереди какое-то тусовое место Типа люди приезжают с кальянами поболтать Но на самом деле это все застрявшие машины Вот самодельный вездеход приехал газель вытягивать Вот кто-то трос несет товарища тащить Вот человек лопатой откапывается Без нее люди вообще из дома тут не выезжают Тут, смотрите, целый трактор увяз Вытаскивать приехал военный вездеход на гусенице Вот посмотрите, например, застрял трактор Вот у него два колеса ушли просто под снег Он бедолага буксует Уже несколько, наверное, десятков минут застрял И ничего не может сделать У него просто вот проворачивают колеса И как бы тут таких машин просто куча Вот дальше, например, посмотрите Целая машина, военная тачка пытается вытянуть другую машину И это просто, конечно, жесть Такое впечатление, что просто вот Какая-то игра на выживание как будто, знаете Такое впечатление складываете Блин, ты находишься на улице буквально 15 Это у меня камера выключилась от мороза При таких температурах айфон разряжается через 10 минут А руки ломят уже через 5 Местные при встрече сказали, что нам повезло На улице всего минус 20 В марте Зимой было минус 50 Вот смотрите, ты идешь по городу И, в общем-то, обычная парковка, да? Вот слышите? Машина заведена А внутри никого нет Следующее То же самое Машина заведена Внутри вообще никого Тоже работает Никого Машины здесь вообще не глушат Потому что, в принципе, это как бы такая нормальная история Потому что, если ты заглушишь машину Сходишь в магаз Все Аккумулятор не потянет завести ее в следующий раз Поэтому люди, кто приезжают Они в течение дня В общем-то, как бы не глушат машины Вообще Это удивительно Абсолютно вся Чукотка Это вечная мерзлота Это значит, что земля не оттаивает тут до конца Даже в июле и августами Годами Десятилетиями Столетиями, на самом деле Обратите внимание Практически все дома здесь, на Чукотке Построены на сваях Вот они, специальные сваи Вот такие вот Торчат из земли Потому что, соответственно, вечная мерзлота И вот эти сваи Вот туда вот Сначала вдалбливают В эту вечную мерзлоту И поверх нее, соответственно Строит дом Более того Обратите внимание Что сваи здесь Закрыты такой клеткой Чтобы никто Ну это в целях безопасности Чтобы никто туда не лазил Там Никак не мог повредить Эти сваи и так далее Эта проблема доходит На самом деле до того Что Из-за вечной мерзлоты Даже на кладбищах Периодически Гробы поднимаются наверх Потому что Ну вот вечная мерзлота Их просто наверх выталкивает И медведи периодически ходят Раскапывают эти захоронения И жрут их Вот так вот Все сурово тут Чтобы завести машину После морозной ночи Люди на двигатели Устанавливают Специальные подогреватели Их нужно подключать К розетке Поэтому находчивые местные Сбрасывают из окон Удлинитель на ночь Вот эта вот красная штука Вы не поверите Никогда что-то такое Вот это вот затянутое Сайдингом Какое-то здание Похоже на какой-то бункер Это гостиница Да Главная гостиница Это называется Анадырь Вот Тоже построена на сваях Вот Но Как бы от многих гостиниц Она сильно отличается Например В Анадыре вообще Нигде нет вай-фая То есть Ты заходишь Спрашиваешь А они видимо уже То есть В гостиницу приезжают люди Как правило приезжие Их уже задолбали Этим вопросом Типа Блин Им даже как-то неудобно Знаете Они говорят Ну нет Вот знаете Все-таки цивилизация До Анадыр еще не дошла Вай-фая тут нет Вообще нигде Интернет реально Большущая проблема На Чкотке То есть Он ловит только мобильный И только в некоторых местах города Благо для мессенджеров Интернета хватает Все рынки переехали С 30 градусных морозов На улице В ватсап Рыба Мясо оленины Все можно найти Тяжелее всего С овощами и фруктами Друзья Таких цен Я не видел Ни в одной Стране мира Ни в одном городе В принципе Обычные помидоры Стоят 795 рублей Причем Как бы Ну вы посмотрите На эту помидорчику Она вообще Как бы Ну не самая Видите Свежая Мягко скажем И тут такие помидоры Все Вот например Перец Стоит 995 рублей И как бы Вы посмотрите На этот перец Да Он Ну как бы Вообще Не Первый Что называется Свежести Ну хотя В принципе Есть наличие Уже неплохо Дальше Например Чеснок 1300 рублей Стоит чеснок Есть авокадо Но стоит 1350 Обычные Как бы Цепривичные Нам яблоки Зеленые 695 рублей Груши 895 Лимон Обычный Лимон Стоит 845 рублей Честно говоря Мне кажется Я бы наверное Научился Пытаться Выращивать Лимоны У себя дома Если бы У меня была Такая история И это все еще Как бы Не самый пипец Лучше бы Понимали Вот эта цена Просто От нее Все волосы Выпали Если бы были Укроп В пакетике Такой Вообще Уже Сдохший Но Как бы Живой 1100 Рублей За Укроп 1100 Рублей За Укроп Вы представляете Ни одна трава В мире Столько не стоит Сливы Стоит 1100 Звук У этой пенсионерки Записался Плохо Я сделал Субтитры На случай Если что Непонятно Если мы купим Вот Один Огрец Нам хватает На два дня Да А то через два дня Еще приходит А как Беск Он не делал То есть Мы Берем Килограмм А 4 лет Такие цены Не на все Картошка Есть по 95 Рублей За килограмм Морковь За 65 Буханка хлеба Уже снова Золотая 78 рублей Маленькая бутылка Пепси 125 Но все это ерунда По сравнению с тем Что происходит В отдаленных поселках Вот например Поселок В 600 километрах От Анадыря С населением 1200 человек Так выглядит Магазин В этом селе Это такой Знаете Один большой Контейнер И любопытно Что стекла Забиты Решетками Ну В принципе Это логично Потому что Учитывая Что цены на продукты Тут просто запредельные Как бы Уровень безопасности Магазина Он вполне себе сравним С каким-то Знаете Ну типа С банком Каким-то С банковским отделением Поэтому Ну Поэтому решетки Здесь прям Жестко приварены Абсолютно Ко всем Окнам По периметру Посмотрите Какая дверь Какая-нибудь Видели такую дверь В магазин Огромная Такая пуля Непробиваемая Практически Дверь Вот этот дополнительный замок Просто вообще Ощущение Что ты Какая-нибудь В бункер Какой-то входишь Блин Тяжеленная дверь Враг не пройдет Около половины полок Пустые Если не больше Когда увидели Что мы снимаем Сказали Что у них Ревизия была Правда или нет Не знаю Мяса в холодильнике Немного осталось Алкоголя на полках Много Есть телевизор 4 тысячи рублей Здесь в магазине Лаврентия Ты понимаешь Что ты действительно Забрался очень далеко Потому что здесь Поражают даже уже Не цены И вот чтобы вы понимали Вот лежат На прилавке яблоки Да Отрезанные Вырезанные Такие знаете То есть это Так обычно делают С гнилыми яблоками Когда они подгнивают С них что-то вырезают А вот там яблоки Которые вот Замороженные Ну не замороженные Которые вот Уцененные Уцененные Да Они почем? 100 рублей 100 да По 100 Берут их вообще Да Обычные яблоки Конкретно в этом магазине И конкретно в тот момент Были По 160 рублей За килограмм Сергей здесь всю жизнь У него не фамилия А произведение искусства Элет Келеринтен В садике работаю В садике работаю Вахтером на вахте Серьезно? Да А так Летом Гриблей занимаюсь Бегом Ну как Вот так вот И все А что с продуктом? Ну иногда Не хватает Свежести Например Яиц Свежести Вот такого А так все А с яйцами Проблемы Тоже, да? Ну да Нам редко Яйца редко завозят? Яйца редко завозят? Да И почему они? Ну иногда по 150 Иногда по 200 В некоторых магазинах Все по-разному У Белякина По 250 Продаются Иногда Ей тоже привозят По 250 Некоторые продают Вы везли Последний раз яйца Когда ели? О, это уже давно Давно Ну сколько Когда последний Последний раз Был у нас Когда еще Месяца 2-3 Когда Торговский был Вот завозили яйца И все До сих пор не ели? Да Все То, что здесь Значит нет яиц Это вообще не означает Что знаете Это какой-то Отсталый город Ни хрена Вот чтобы вы понимали Пожалуйста Вот здесь Можно купить Гироскутер Конечно Это же самые необходимые Соответственно Вещи в Вечно заснеженном Просто Лаврентии Вот И это тоже Как бы и для модников Тоже есть где разгуляться Пожалуйста Значит красавчики Не убыл Он съесть Вот А еще Прям для совсем Крутых мажоров Стоит Баленсиага Розовые Очень крутые Стоит кстати 15 тысяч Какая зарплата? Ну я каждый месяц Ну беру 15 тысяч Я беру авансом Ну еще 20-27 Я еще За тату получаю Ну около 32-35 Где-то так Получаю В месяц В месяц И все себе Ну еще Иногда бывает Там Премиальные Иногда бывает То, что так И все Вам хватает Да Мне хватает Вполне Я с мамой Один живу У меня С мамой Есть предположение За сколько тут могут продавать Арбуз Вот еще одно Отдаленное село Арбуз тут бывает Реально Раз в год Арбуз Когда привозят Это поштучно Получается Каждую семью И мы фотографируемся С ним Как будто Это я не знаю что И на материк приезжаешь Показываешь Смотри у нас арбуз Да что ты С арбузом Как с арбузом А нам это Как-то Настолько фотография дорога Серьезно? Серьезно Серьезно Есть Но это ее надо искать На день рождения В октябре Я додержала до октября У меня день рождения В октябре Арбуз И мы все Кушаем Угощая гостей И говорю Самый главный Сейчас будет арбуз Вы поняли Женщина летом Купила арбуз И до осени Берегла его Чтобы съесть вместо торта С августа по октябрь Вы уберегли его В темноте И то он так Чуть-чуть Понадгнивал Ну ничего Ого Ну да А стоит Небось тоже Будь здоров Арбуз 650 вроде килограмм Килограмм То есть целый арбуз Сколько стоит? А если умножите на 9 Ну на 10 6500 6500 6500 рублей за арбуз Кошмар После такого Даже заоблачные цены На яйца не удивят В момент, когда я был На учкотке Это март 2021 Здесь официально Был зафиксирован Дефицит яиц Сейчас вот яиц нет Они стоят сейчас Вот где-то тут 400 рублей Где-то стоят За десяток Ну по-разному Где-то 280 Вот Ну а все летом Еще дальше 350 В Марково Там уже около Тысячи 900 рублей точно Десяток будет стоять Яйца за тысячи рублей Да-да-да Хотя местная птицефабрика В Анадоре есть И по официальным заявлениям Выпускает 11 тысяч яиц В сутки Если так То каждому жителю Хотя бы раз в пять дней Должно доставаться По яйцу Учитывая, что Все население Здесь 50 тысяч человек Много это или мало Но вот смотрите На территории Чукотки Поместилось бы Две Великобритании С населением По 66 миллионов человек Четыре Бельгии И осталось бы Еще место Для трех Даний Города при этом На Чукотке Формально три Два из них С населением Около 5000 человек Проблема Чукотки В том, что здесь Практически Никакие города Между собой Вообще не связаны То есть люди Всю жизнь могут прожить И никуда не выезжать Из какого-нибудь Своего села Потому что Практически Как в Южном Судане Знаете, да Дорог нет Вот В некоторые Населенные пункты Можно проехать Только зимой По зимникам Зимник Это дорога Которая Прокладывается По замерзшей реке Или по замерзшему Там морю И так далее Вот Соответственно Все В остальные Моменты Никак вообще Добраться не нельзя Единственный способ Перемещения между городами Это часто бывает Только Авиация Проблема их в том Что это невероятно Дорого То есть один билет Может стоить Десятки тысяч рублей И у человека Когда появляется Время Отпуск Например Он понимает Что нахер ему Тратить Десятки тысяч рублей Чтобы долететь до какого-нибудь пирека Он лучше полетит в Таиланд Погреет там пузо Потом вернется И так далее Поэтому вот так вот Складывается ситуация При которой люди Вообще не видят свой регион Да Вот Довольно распространенная тема Еще одна проблема Погода Из-за которой ваш рейс Могут отложить Не на час или два А на сутки двое Могут и на неделю И еще одна проблема Даже эти дороженные рейсы Летают невероятно редко Наш рейс перенесли на два часа Я вот разулся Потому что невозможно Сидеть в ботинках на минус сто Вот Но это в принципе Знаете Два часа Это вообще как бы Не срок для Чукотки По переносу самолета Вот у меня в руках Расписание Это короче Чтобы вы понимали Что вообще такое Летать по Чукотке Вот Объясняю вам Здесь нет такого Что знаете Вот мне нужен рейс Там на два часа На три часа дня Нет Здесь есть как бы Поселки В которые В месяц летает Один самолет Внешкан Можно улететь два раза 28 мая И 27 августа Все В общей сложности По Чукотке Там вот самолеты И вертолеты Летают где-то примерно В 30 сел А еще В десятки сел Самолеты и вертолеты Не летают То есть Если людям надо Очень туда добраться То есть Они каким-то образом Там на перекладных Машинах Собаках Я не знаю Бураках По воздуху Катапультами Я не знаю Как-то они добираются До ближайших Городов Где есть какая-то Значит Звездно-посадочная полоса Ждут вот этот Единственный там Рейс в году И вот соответственно Добираются Это Ну то есть Это норма Для Чукотки Пока я изучал Аэропорт А точнее Плакаты Которые почему-то Тут активно Отговаривают всех От занятия терроризмом Чего вдруг Реально висят тут Чуть ли не в каждом заведении Наш рейс задержали Правда Всего на 2 часа Следующий перелет До Лаврентия Откуда должны Стартовать Собачьи упряжки Отложили на сутки Погоды нет В Лаврентии Погоды нет По трассе Я на оконоте В общем сильный ветер Больше 20 метров Все переносится на завтра Надеемся Потому что прогноз На завтра лучше Чем был на сегодня То есть завтра тоже не факт Что улетим У нас никогда не факт Что улетим На Чукотке Можно только предполагать Что будет Так или будет всяк Да Мы никогда не зарекаемся Заранее Надеемся Прогноз на завтра лучше Что нас еще ждет Что это вообще Что за маршрут Ну маршрут Он очень тяжелый будет Это 93 километра Который надо будет пройти Именно по тундре Тем более с собачками То есть это реально без дураков Тяжелый маршрут Да Конечно Вообще не туристический Это Ну для нас это обыденно Я не знаю как вы выдержите В чем главные трудности Ну главные трудности Это сейчас Во-первых Наст Очень мягкий Что такое Наст в смысле Наст Это снег Верхняя часть снега Да А внизу Сам пухляк этот Ага Ну Поэтому здесь собачки Наверное Будут под снег проваливать Конечно Вот сейчас будем ехать Посмотрим Сейчас вот через залив Будем идти Там посмотрим Сейчас А мы вот пойдем Там какая-то колея Или дорога Нету ничего Абсолютно ничего Мы прям вообще Просто идем Да Просто идете в тундру Абсолютно Слушайте А что делать Какие экстренные ситуации Возможно Бывают Во-первых Это погода Наша Непредсказуем Сейчас вот солнышко Через минут Сорок Может через час Не знаю Когда может Задут конкретно Ага Ну Такое бывает Конечно Тем более Сейчас март 1 апреля Уже должны Телята Появляться В олене Ага Что происходит В такой момент Когда вот Южная пурга идет Ну что происходит Ты можешь себе представить Если ты сейчас намок Так И вечером мороз Под тридцатник ударил Ну все Кранты У Владимира Очень красивая фамилия Эй не учи Вон Как будто Произносят Эй не учи меня Поедет с нами За рулем вездехода Вот этой зверь машины Чтоб вы понимали Такие машины Как там Мерседес БМВ Еще какая-нибудь хрен Типа Ламборгини Здесь На Чукотке Не котируются Самые крутые Тачки Здесь Это вот такие Вездеходы Причем Вот это Очень клевый Вездеход Зацените Какая прикольная Система То есть Шины Как всегда На низком давлении А вот эта Вот хреновина Видите Она дополнительно Прокручивает Колеса Помогает Ну таким образом Увеличивает Проходимость машины Это конечно Очень прикольно Вашей жизни Какая самая была Тяжелость Самая экстремальная Жуткая ситуация Это когда Трое суток Сидел под снегом В феврале месяце Да ладно Расскажите Ехали с проведения Попали на Холюскино И сильный Южный ветер Нас застал То есть Снегоходы встали Карбюраторы Все позабивались И пришлось Вот Ночевать Поверхняя мех Нет Внизу Кукляночка идет Мехом внутрь А мех внутрь Да И сверху Еще одна Мехом на руру Ага Точно так же и штаны Ну что Пришлось Просто-напросто Разрыть Под себя Сесть Чуть накрыло Раз Подправил Небольшую Такую пещерку И сделал Вот И сидел Владимир Привозит нас К точке старта С собаками Наша задача Успеть до заката Перейти на упряжках Через залив Чтобы добраться До ночлега Сегодня мы должны Пройти как можно Больше километров Но это мало Возможно Потому что смотрите Солнце уже практически Зашло Вот Завтра нам надо будет Сделать невероятный Какой-то маршрут Завтра надо пройти Почти 100 километров Это даже для обычных Профессиональных каюров Очень много Сейчас вот нас будут Учить Рассказывать нам Что вообще Делать Как вообще Управлять этими санями Правильно говорить Не сани А нарты Хотя у каюров Своя терминология Помните От-под и Во время перехода В погонщики Часто переходят Вообще на чукотский Дмитрий Очень приятно Вот это Антон С вами поедем Здравствуйте Дмитрий тоже С интересной фамилией Калявуквон Ему конечно Только в фильмах Сниматься Вот наши упряжки Вот моя упряжка Я спереди поеду Вы за мной Вон на той Второй упряжке А так мы что Не с той поедем Сидя Сидя Надо было Стоячую заказать Я бы стоячую сделал Да Все чему я научился На тренировке Пошло в жопу Мы оказывается Едем на сидячих нартах И управляются они Как-то совсем по-другому Момент старта Садитесь Вот ваш тормоз Вот Снимайте Да Снимайте тормоз Ставите Куда Перед выездом Вот Коготь Он здесь Вытаскиваете Коготь Когда старт дают И все И за мной Никуда не сворачат Только за мной Держи Первые Когда Первый километр Они рваться будут Притормаживайте Вот Там За сегодня Будут рваться А завтра Они устанут 90 километров Уже Спокойно Даже можете Пальтом Тормозить Вот Увидеть С первым делом Идем знакомиться С собаками Важно Чтобы Ни я не боялся Ни они Меня не пытались Покусать Вот Шарик Белка Шейка Оба Оба Вот Вот это Только Вперед Тянет А это Тягучая А это Немножко Думает Вот это Белка Белка А это Шейка То есть Это самая умная Да Здесь собака Да Вот это Твои упряжки Вот это Поворачивает Право Влево А этот Тягучий Вперед Тягучий Ну Сильный Самый Самый Выносливый Белка Понимается Командой Да Она Командой Выглядит Вообще Маленькой Да Это Вообще Крохот Как она Может быть Самой Выносливой Да Они Так То есть Какие-то Они Взрывные Что Да Мне Реально Кажется Впечатление Что Тело Собаке Мощнее Кажется Вот Задние Да Они Мощнее Они Будут Тебя Хорошо Тянут А почему Тогда Те Которые Мощнее Сзади Потом Они Вырубятся Вырубятся Да Устанут Сильно Вот Увидишь Они Тянуть Не будут Крепосые Комплектация У пряжки Очень грамотная Самые крупные Собаки Как правило Стоят Посередине И сзади Они Мощные Но Молодые Не Рассчитывают Еще Свои силы Поэтому Если Их Поставить Вперед Они Быстро Выдохнутся Впереди У пряжки Два Вожака Один Ведущий Самый Выносливый И опытный А второй Вполне Может быть Хилым И маленьким Он работает Не мышцами А головой Понимает Команды Погонщика Каюра На лапах У каждой Собаки Оранжевые Носочки Если кто-то Порежется И начнет Хромать Вся упряжка Будет уходить В сторону Стартуем Единственное Абсолютно Единственное Блин Как вы Быстро Бежите Единственное Пульт управления Эта штука Это Огромная Дубина Дитюра Потому что Это Единственное Что я могу Делать Это Просто Нормозить Этой Упляшкой Потому что И больше Я не могу Делать Абсолютно Ничего Жесть Это Очень Довольно Комфортная Штука Вот Сейчас Собаки Самые Резвые Потому что Они только Начали Боржрут И они Самые Ретивые Они долго Стояли Они Сытые Очень Соскучились По бегу Собаки Очень любят Бегать И поэтому Видите Они прям Особенно Когда только Вторая Упляшка Начинает Их догонять Они тут же Начинают Лаять Гавкать Друг на друга Как в фильме Болта Вау Вау Вот Это конечно Кошмар Я не представляю Как мы проедем Таким образом Аж сто Километров Честно говоря Я уже Немного Охренел Как только Упляшки равняются Собаки Начинают Лаять Друг на друга В такие моменты Каюры Вскакивают Саней И бегут Разгонять Их Потому что Погрызть Могут Реально До крови Соревновательный Дух У собак В крови И вот смотрите Видите Вторая упрячка Пытается Нас догнать Но Мои чуваки Что-то Очень такие Наглые Вообще Не сдают Упрячки На самом деле Структурированы Очень грамотным Образом Ой У меня Слетел Крюк Блядь Собаки Почему-то Побежали В рассыпную Что происходит Ха-ха И вот Какая-то Собака К нам Прижонилась Левая И она Очень бесит Собак Из моей упряжки И они Что-то на нее Смотри Это вообще Конечно Максимальный Экстремальный Способ Перемещения Честно говоря Собака Блин У меня Какие-то Какие-то Вообще Не собаки А просто Майки Тайсон И какие-то Майкл Фелпс Точнее Потому что Они вообще Не дают Никому Нас обгонять Самая жесть Это сидеть В такие моменты Без движения Потому что Ветер в минус 20 На скорости Пронизывает Даже слои Непродуваемой Одежды Поначалу На пути Какие-то Ржавые Брошенные Машины Дома Развалены Но Проходит Полчаса И открывается Бескрайняя Тундра Без единого Намека На цивилизацию Очень красиво Аккумуляторы камер Вырубились через 15 минут После старта Как вообще Оценивать Вот прошли Первые 10 километров Как прошли Очень хорошо На 3 с минусом Прошли Почему? Ну могло быть И лучше Конечно Если бы каюр был хороший Согласен Согласен Каюром достался Достаточно упитанный Да Не упитанный Но Не профессионал Я честно говоря Вообще не понимаю Что делать Я сижу Просто как Мешок с короткой Да Два раза Опрокинут Будешь Научишь Ни секунды Ни расслабляться Ни лежать Ни плеваться Ни сморкаться Только на собак Смотри Короче Мы проехали Первые 10 километров И хочу вам сказать Что Все вообще Не так радужно Как я думал Это очень И очень Непросто И Это очень И очень Холодно Потому что Кто-то Кто-то из них Соответственно Немножко Свои Ранки Зализывает Чувствую Себя В целом Собаки Прекрасно Каюры Кормят Собак Дальше Сейчас Сварим Им Бульон Вот Дрова Нарублены Наверное У хозяина У него Дрова Возьмем Бульончик Сварим Бульончик Дадим Собачкам Чтоб Они завтра Поменьше Снегу Кушали Подороли Бульончик И подкормим Там Полмешка Дадим Мясо Но в целом Отношения У них Без лишних Нежностей Вы с ними Разговариваете Почему? Ну Пока Они не заслужили Без табли Вечная Мерзлота Ой Вот Это такая Значит Из дерева Такая Изба Фактически И Вот Ты только Сюда Входишь И Просто Охреневаешь Посмотрите Просто На это Наверху Вот На эти Сталактиты Сталагмиты Которые Блядь Наросли Тут И тут Все Так Вот смотрите Вот в углу Просто Какое-то Снежное Привидение Родилось Вот здесь Вот смотрите Вообще Просто Такое Чувство Чем глубже Ты заходишь Тем дальше Назад Во времени Ты перемещаешься Вот смотрите Это не я Это специальное Такое место Куда Вот приезжают Можно Там Переночевать Вот дверь Которая Вот Примерно Вот Смотрите Вся Заледенела Мне кажется Через нее Можно Куда-то Там Или В Нарнию Попасть Или еще Куда-то Не знаю Дальше Заходим Как бы В комнату О господи Тут Висит Карта Бля Такое впечатление Что знаете Это помещение Осталось Здесь С того момента Как его Вообще Открыли Кстати Эту зону Вот ее Открыл Джеймс Кук В 1700 Там Каком-то Году И собственно Дальше Комната Вот эта Заледенелая Это та Где Типа Считается Самая теплая Комната В которой Мы как бы Будем Жить Поживать Недобра Наживать Прежде чем Садиться за стол Нужно прикормить Духов Я не шучу Шаманизм На Чукотке Реально Разрешенная И действующая Религия От каждого Продукта На столе Нужно Оторвать По маленькому Кусочку Налить Рюмку Спиртного И на улицу Берешь И точно так же Раскидываешь Прям Все Пожелай Как что Добрый день Добрый день Хороший знак Вскоре На небе Появляется Северное сияние Неописуемая Красота Итак Сейчас я буду есть Мозги Оленя Да Это здесь Реальный деликатес Это типа Местная версия Сникерса Какого-то Вот так Вот выглядят Мозги То есть Это так Визуально Далеко кажется Знаете Какое-то скопление Таких червячков Вот И мне дали инструкцию Как это есть Надо быстро Пальцем туда засунуть Выносить Высунуть И в рот засунуть Блин Ненавижу эту рубрику Начнем Честно говоря Мне даже страшно Становится от мысли Что я должен Засунуть Господи Пальц В мозг Колень Он же о чем-то думал У него же были Какие-то мысли Планы Я сейчас их просто На палец Намотаю Вот это просто Трэш какой-то Господи Ааа Господи Ой Такая мягенькая Текстура Господи Такой прям вообще Я не знаю Как даже с чем сравнить Прям Ой Как будто в рот Палец засунул Знаете Вот так вот Мягенько Все Надо быстрее Это сделать Господи Главное Все так отрывается Легко Господи Не так уж Как будто И много У него было А еще главное Он ускользает Из пальцев Ой Жесть Вот это вот Вот как раз Вот это вот Кусок Мозгов Оленя Сейчас я его Буду есть Вот Прости пожалуйста Меня олень Ничего плохого Никогда Не имел Против оленей Надеюсь Что Мысли у тебя Были только хорошие Вот Ничего плохого По отношению Ко мне Который Сейчас это съест Нет Ладно Честно сказать Если бы я не знал Что это мозги оленя Это реально вкусно Это прям такая Знаете Мягенькая Какая-то Такая текстура Это немного Похожа на устрицы Но такие знаете Жирные устрицы Устрица обычно И так И проглотила И она как-то Пролетела мимо тебя И ты знаете Особо не парился А здесь прям Такая жирная Такая устрица Которая прям Отрелась Такая прям Вот Да Такая вот Прям очень На самом деле Мягкая текстура Очень такая Слабо соленая Довольно Такая вкусная На самом деле Реально это вкусно То есть Если бы я не знал Что это мозги Вполне себе Вполне себе Ел бы Прям вот серьезно Да, друзья Таковы условия Выживания в тундре Где на сотне километров Во все стороны Нет ни одного Магазина с конфетами Или печеньками Единственный источник питания Для местных Это олени Которых они разводят А также моржи И Внимание Киты Это сейчас Это сейчас Здесь все В снегу А в летнее время Охотой на китов Занимаются Целыми селами Международные организации Которые отстаивают Права животных Регулярно требуют Прекратить китобойный промысел И формально Он запрещен Во всем мире За исключением Особых случаев Когда местное население Не выживет Без китового мяса Поэтому на китов Охотятся В Японии Канаде Норвегии В Гренландии Которая принадлежит Дании А также Их добывают В США Аборигины Аляски Дело в том Что в самых удаленных От цивилизации Населенных пунктах Где местное население Живет охотой Без мяса кита Они просто Не выживут Первого кита добыли Вытащили И в первую очередь Это население То есть это Малоимущие Это пенсионеры Приходят И всего лишь Остается Частица Частица Для того охотника Которого он был Все люди уже знают Уже приходят С ножами С пакетами С ведрами И каждый отрезает Столько сколько хочешь Никто никого не регулирует Не контролирует И это естественным образом Нигде там в интернете Это не выкладывается То есть С интернетом Вы знаете как здесь Просто каким-то образом Люди понимают Что они это все съели И до охотников Эта информация доходит Что пора Поймать кита Это вам не на рыбалку сходить Это целая профессия Навык передается Из поколения в поколение Таких людей называют Охотники китобои Прежде чем выйти в море Охотники Внимание Прослушивают Переговоры китов Вы прикиньте Наш Владимир Который сейчас водитель Вездехода Добывает кита Много лет Со своей общиной Пацаны Я их научил Чурочки ставить на берег И слушать Эхо китов То есть Как они переговаривают Просто кусок дерева Кусок дерева И ставится ухо И ты слышишь Как они переговаривают Серьезно? Серьезно? Это почему Раньше Ставили весло Ставится весло Ухо приложил И веслом Крутишь С какой стороны Он где? Вот здесь Подехали Остановились Опять ставишь Вот он рядом Ничего себе Это вообще Это прикольно Дальше есть целый кодекс Маленьких китов Детей Запивать нельзя Если идет пара Мальчик и девочка Тоже нельзя Когда находят подходящего Начинается реальная битва Кит вполне может дать Отпор рыбакам Владимир с товарищем Кит однажды затянул Под воду Прямо с лодкой Я только помню Блин Раз Видит Уходит лодка Ребята подъезжают Нас за волосы Все это Вытащили Все Где лодка? Чуть попозже Она бля Чук Всплыл Кит начал На всплыти Ребята Подлетают Тык-тык-тык Наш фал Отрезает Лодку И на берег И вот тогда Врубился Действительно Это просто Наша Оплошность была Не нужно Никогда Работая с китом Расслабляться То есть В принципе Кит может Утянуть На подводе А почему В Нешконе Был случай Когда Рулевому Он перебил Просто Основание Черепа Серый кит Серый кит Как на Аляске Считается Он Кит-дьявол То есть Он Он может Подныривать Драться Лезь Он вообще Да-да-да Это Очень агрессивный Кит Который Когда больно Ему делают Он начинает Уже Все И он Когда Загарпунили Подъехал Слишком близко Вот просто Основанием этим Рассек Пол лодки И Основание Черепа Ему Рассек Это Чем Ну как бы Хвосток Вы не поверите Но раньше У коренных жителей Был даже кодекс По которому Кит Мог победить В более суровые времена Что тогда В таких случаях Когда Чукчи Оказывались за бортом Их не спасали Их Друзья С ними прощались Потому что считалось Ну это как-то неспортивно Неправильно Дух моря забрал Все До свидания То есть Все было по-самурайски Вообще Чукчи Несмотря на то Что живут Казалось бы В диких условиях Невероятно Мудрый Сильный И гордый народ Их предки Жили на Чукотке За много веков До появления России Как государства И сотни лет Не покорялись власти Когда сюда добрался Путешественник Семен Дежнев Государство Попыталось Подчинить Чукчей С них требовали Дань И соблюдение Новых правил Но поначалу Они просто Уклонялись от уплат А потом начали Нападать На сборщиков дани Сюда стали Отправлять Военных офицеров Они жгли Яранги местных Угоняли Оленей тысячами А непокорных Убивали Самый жестокий Офицер По фамилии Павлуцкий Который не щадил Никого По легенде Отправил 20 возов Шапок убитых Чукчей Царю Все расставило По местам Битвы на реке Орловой Чукчи взяли В засаду Отряд И поймали Того самого Павлуцкого Били его копьями Но попадали В железный нагрудник Тогда он Сам снял его И местные Отомстили В итоге Чукчи Еще на сотни лет Оказались непокоренными Следующими Их попытается Подчинить Уже Советский Союз Посмотрите Что сейчас происходит Мы приближаемся К нашей промежуточной точке Это село Сиреники Схемосты Село Таких всего три На Чукотке Вот мы чуть-чуть Вот снизились И видно Что внизу Туман довольно густой И пилоты Начали просто Вверх Поднимать Вертолет Вы удивитесь Но в общей сложности На Чукотке Примерно полсотни Населенных пунктов Причем В некоторые из них Добраться даже по воздуху Невозможно Просто нет рейсов В остальные Пусть и раз в несколько месяцев Самолет или вертолет Должен летать И ключевое слово Здесь Должен Нам повезло Что здесь никто В этом вертолете Не летит В это село Сиреники Почему? Потому что Если бы кто-то летел Мы бы все равно сели Несмотря на этот туман А дальше бы Перс знает Сколько бы мы ждали Момента Когда можно будет взлететь Потому что По нормам При таком тумане Взлетать нельзя Но Прикол в том Что в конце нашего вертолета Лежат коробки Это почта Которую нужно было доставить Как раз в эти сиреники И теперь соответственно Ее привезут назад И когда она попадет Эта почта в сиреники Бог его вообще знает За окном Красота такая Как будто цивилизации Вообще не существует Чтоб вы понимали Мне вот из двери вот этой Дует сейчас Прямо сюда Реально Потому что там щель Такая Нехеровая А вот Сюардесса здесь Не ходит Потому что Здесь тупо Негде ходить И вообще здесь В общем-то Некому Ни для кого нет места Куда-то ходить Туалетов здесь Тоже никаких нет Че еще нет Жиротвы Естественно тут И памяти никакой нет Долететь бы Немножечко пахнет Бензином Периодически Бензином пахнет Прям сильно Ну летим Самое главное Как бы И слава богу Стрелка на датчике высоты Опускается Приземляемся В поселок Посреди тундры Называется Янрыкеннод Остановка не конечная Стоим тут 10 минут Первым делом В вертолет Заносят женщину С обморожением Марина Юрьевна По отчеству Вчера Ночью Уснула Уснула И замерзла А где уснула? Устала Устала идти За поселком Еще чуть-чуть Оставалось дойти И замерзла Заснула Незаметно И так Заснула То есть Вы прям на улице Заснули? Да Не смогли дойти? Кто-то там гулял Ночью уже В третьем часу Наверное Подняли Через час Она будет в больнице На вертолет Летает сюда Два раза в месяц Что делать Со следующим человеком С обморожением Вопрос С врачами Тут примерно Как и с учителями Есть только Для начальных классов Старшеклассников Вертолетом Обычно Отправляли в другое село Называется Ленинград Но там прорвало Теплотрассу Это старший Артур Апалю Толком Учить некому Но есть Они Короче Получается Следующий год Они Могут быть Остаться На второй год Из-за того Что Вот такая Система Каких учителей Им не хватает? Ну Учителей Которые Могли бы Этот Вот эти классы Именно Шестой Седьмой Обучать А каких предметов Не хватает Или там вообще никаких? Вообще никаких Еще одна проблема Вода Ее здесь Должны возить На машинах По домам Точнее На машине Одной Единственной Ну у нас единственный Трактор Который Дороги чистит Ну и вот он сломался Снега навалило Дороги Некому было чистить Ну и Люди Как могли Кто свет Таскал Кто в воду возил У кого техника есть Ну помогали Друг к другу Так и выживаем Водопровода нет у вас? Нету Здесь откуда Где вы воду берете Обычно? Воду Вот у нас лагуна Пресная вода Отсюда и возят Воду А то есть воды не было Из-за того что трактор сломался? Да А серьезно На всю деревню один трактор? Да На всю деревню один трактор Ну и Машина Которая именно Воду возит Нет Она была целая Просто Не было возможности Выехать Вода проблема Многих отдаленных сел И решать ее нужно Системно и последовательно Вот например Село Кончалан При Абрамович Если кто не знает Он 7 лет был Губернатором Чукотки Здесь построили Крутую школу По образцу канадских У них тут даже Хромакей свой есть Визуально школа Реально выглядит Абсолютно как Вот в сериалах Про американских школьников Вот этот вот дизайн Двери вот с этими накладками За которые вот специально делают Чтобы знаете Не протирать это Слишком сильно место Вот такое чувство Что сейчас где-то Вот черлидерши пробегут Которые бегут На бейсбольную игру Какой-то Вот Туалет Кстати Очень даже Санузел Весь вообще Очень даже Круто сделан Здесь вот смотрите Душевые Такие прям вот Блоками построены Вот они Очень достойно Так все выглядит Но надо не забывать Что эта школа По-прежнему Находится на территории России И чтобы вы понимали Например Из экрана Течет соленая А Соленая вода Да То есть вот можно Ощутить Что в душе Тоже течет соленая вода Более того Даже на кухне Используют соленую воду В феврале В январе В феврале Месяце У нас в кран Начинает поступать Соленая вода Вот И мы с этой соленой воды Готовим только Суп и каши А пресную воду Это или лед колем Или Есть специальные цистерны Куда набирается Заранее Перед Тем поступлением Это набирается Пресная вода И нам ее приводят А пресную воду Вы для чего используете? Для чая Компота Чисто вот Для питья Питьевая вода А суп прям что Из морской воды Получается варится? Которые люди берут питьевую воду Решить вопрос с коммуникациями Видимо значительно дороже Чем школу построить Поэтому все как есть В некоторых районах Зимой бывает еще жестче Ситуация Ситуация в которой Мне кажется Знаете Отражается вся наша страна В поселке Лаврентий Из-за морозов Перемерз водопровод И в туалет Нельзя сходить Практически нельзя Нигде В кафе В столовой Везде канализация Просто тупо замерзла Значит Есть одно здание Дом культуры Это как бы Государственное учреждение Бюджетное Вот В нем Вот мы сейчас туда Сначала заглянем Слушайте У вас где-то в туалет Можно сходить? Нет Почему? Потому что не работает Тоже надписи Не работает У них тоже все замерзло И то есть получается Что единственное здание В котором туалет работает Это администрация Сейчас попробуем зайти туда Здравствуйте Здравствуйте На прием В туалет Нельзя ребята ходить На туалет Охранник Человек ответственный Но очень добрый Я представляю Я бы гулял По городу Бардамон А в туалет Выходил В здание администрации Городской Я бы за угол пошел Но в здание администрации Мы никогда не пошли Идите Спасибо Спасибо Под камерами Это приятно Что только люди Могут пользоваться туалетом Которые приходят На прием в кабинеты Для работы Понятно И знаете В этой ситуации В этом порядочном человеке Мне кажется Отражается вся наша страна Мы лучше за угол пойдем Чем будем проситься В правительственное здание В туалет А я считаю Что должно быть наоборот Все правительственные здания Строились для одной цели Чтобы люди жили нормально И если этого нормально Не получается Надо открыть туалеты И кабинеты всех слуг народа Пока они не решат проблему Но мы себя главной целью Почему-то не считаем Послушайте мой разговор С местным работягой Олегом Он кочегар Где-то получил фингал Но во время интервью Старательно прикрывает его рукой Не раздолбай же он какой-то На камеру Говорит с фингалом Ты не жалеешь что здесь родился Относится Да и он из Сирии Молодец он В этом плане Подождите Это еще не все Олег любит свой поселок Но говорит Раньше Лучше было Больше предприятий Людей Сейчас он без работы Шабашит А еще очень Путину благодарен А за что ты больше всего Благодарен Ему За то что он Наш президент Помогает Для России все Помог тебе работать Ну мы сами ищем работу Ну если честно У нас только даже КХ было Было же Большое Это Поселок был большой Потом развалили Конечно 90-е годы Вот 2000-х Все развалилось Ну ничего Че унывать При нем уже Развалилось Получается Нет Не при нем Вы не имейте ввиду Че вам Прямо будет За каждым поселком Следить За каждым районом Ну а че Ну как Что как А зачем Он нужен Если чтобы Не пошел Что ты говоришь Ерунды Ты давай Не провоцируй Когда Путина Ругает не любишь А кто любит Я понял Что могу и сам Фингал схватить И отошел подальше Но если серьезно Люди Которые даже В таких суровых условиях Не ждут вакансии А делают свое дело Здесь есть Едешь ты По заброшенному поселку Урелики О котором у меня был Отдельный выпуск Смотришь И охреневаешь Развальные дома Замерзшие Пятиэтажки Бензоколонка Как будто местные мужики Собирали Кстати Крышку снимают Специально Чтобы механизм Продувался А не забивался снегом В общем и целом Кажется апокалипсис случился А проезжаешь Десять минут И попадаешь в заведение Как будто где-то В центре Москвы Уютное помещение Профессиональная кофемашина Аппарат для мороженого Замутил Виталий Он младше меня Они с семьей Ехали сюда на пять лет Живут уже семь Приехал Тут вообще ничего нету По сути ни кафе Ничего нету Развлекательного Нет ничего Как-то больше хотелось Для детей чего-то Думаешь Вот дети Как-то в первом плане Не выгода какая-то была А вот чисто Вот как развлекаловка для детей Все вместе Соединилось И как-то решили попробовать Давай попробуем Давай Дальше началась жесть Сиропы для кофе и коктейлей Где брать? Кунжут для треугольников Где брать? На сотни километров Во все стороны Напоминаю Ничего нет В Москве говоришь Там надо отправить почту Или почту России Они говорят А что у вас транспортная компания нету Я говорю нет А как у вас дорог нету? Ну вот самое такое А что у вас железной дороги нету? Привезти товар можно Одним способом По морю Суда заходят в бухту Только с июня по октябрь Потом она замерзает И это еще не самая большая проблема Судно идет из Владивостока Две недели А значит Чтобы продукты не испортились Нужен холодильник Один рефрижератор Стоит полмиллиона Его нужно купить самому Заплатить за установку на судно И за электричество Которое он сожрет по пути Нескоро портящиеся продукты В холодильник нельзя То есть теперь нужен контейнер Еще 300 тысяч Спустить деньги Поднять деньги Пустое отправить деньги Это все Это все упирается в деньги Спустить товар вы имеете в виду? То есть там Конечно Выгрузить Конечно Это все Даже вот там Если вы заказываете товар И поставщик Не может привезти его К вашему контейнеру То ты опять же Платишь Кому-то Чтоб этот товар забрали Чтоб его привезли Это очень Вообще Вот это вот Кошмар Это большие деньги Получается Точно не знаю В копейках сколько Но чтоб доставить сюда Один контейнер Это где-то 300 тысяч Это чисто Это не считая Самого товара Это только доставка Да ладно И чтоб загрузить его Больше 5 миллионов надо Тут один ремонт Сделать в помещении Уже подвиг Видите Обои Складка кирпича Разные Ну или это так задумано Выглядит красиво Не знаю Не задумано Вот этот Вот эти привезли С материка Везли на себе Вот можете представить Перегрузы Сколько А эти приехали Вот эти белые Появились здесь В магазине Я говорю Давай быстрее брать В прибыль с кафе Пока не вышли 6 миллионов на контейнеры И продукты Еще не заработали Поэтому закупаются Часто даже В местном магазине Вот он желтый И вот тут называют Титька Фамилия владельца Титлинов Благо в Титьке Хороший ассортимент Виталий гоняет на снегоходе Каждый день Крутится как волчок Оставлять кого-то другого На кофемашине Которую они купили По гранту Боится Несколько месяцев Ну ты прям Всеверяешься в тенизм В этот регион Понимаешь Так скажу Ну Это как Ты считаешь Характер Или еще Не знаю Но так Все так сложилось Как-то так Есть у тебя Кто-то вот Друзья Кто считает Что блин Да и большинство друзей Считают Что так Как они так объяснят Что говорят Что говорят Ну на камеру Нельзя так говорить Что морозит Одно место Там и все такое Что смысла нету Там Все такое Все нормально И тут Почему И тут Можно заработать И все Вот такое Поэтому Я понимаю Что тут Можно заработать Но все равно Должны какие-то Быть знакомства Кто-то Что-то помочь Я считаю Что так должно Это там Тут как-то Можно самому Что-то сделать Ну вот так Более Честная История Ну Мне и так Кажется Да Все равно Ну на хороших местах В любом случае Кто-то На материке На большой земле Все равно Тебе на хорошее место Это нужно Чтобы ты знакомый Какой-то был Помог Чем-то Просто так же Не пойдешь Куда-то И страха меньше Да И конкуренции Меньше Ну конкуренции Страх Особо Конкуренции Особо не боюсь Как ты свое дело Делаешь И делаешь Так все Уже говорят Старт Все Пошли Пошли Уже погнали Погнали Старт Самая важная Сложная вещь Потому что Собаки Сейчас будут Рвать безумно Вон они Сейчас прям Бомбанут Вот Специальный При этом Как бы Собаки Сейчас на данный момент Их держит Три вещи Вот это Значит Дубинка Воткнутая внутрь Потом Вот такой вот якорь Вот сюда Зайди Посмотри Вот он Вот такой якорь И еще видите На бочку Накинута Вот эта вот веревка Вот По-другому Их сейчас не удержать Они всю ночь сидели Очень хотят Очень хотят бежать Соответственно Вот Мне сейчас даже помогут Скинуть эту веревку Ну вот И сейчас будет Самый Шустрый Самый быстрый этап Когда они прям Видите Смотри Он прям прыгает На месте Как только они видят То что какие-то собаки Уже побежали Все Они просто сносят голову Смотрите Что они творят Они просто вообще Сносят меня Все Невозможно Все Надо стартовать Можем Да Три Два Один Погнали О Дикий Мы естественно Опоздали С выходом И начался Пипец Ужас Потому что Это как раз Тот самый Южный ветер Потому что Он Обволакивает тебя Практически полностью И тут же Он довольно мокрый И тут же Начинает Твердеть Пойдем Через перевал Мы не успеем Мы не успеем Мы все Они падают Мы не успеем Мы это молодежь Подвращивать А они не будут Сейчас Через полтора И попадем В дикую пургу Я бы был на улице Ровно минут Семь И у меня Просто Отмерзли руки Я вот не чувствую Пальцы Ну точнее Пальцы чувствую Я не чувствую Подушек Начинает Ногти ломить Так довольно-таки Серьезно Заедем на стоянку К оленеводам Которые посреди Тундры живут Вот в этой палатке Яранге Слушай У вас тут не холодно В Яранге-то? В Яранге холодно Как привычно Привычно И отправимся на поиски Одного из наших Погонщиков Который свернул Не туда Где покормили После перевода И с тех пор Вы не видите Это был Лядов И как люди живут Подписывайтесь на канал Чтобы не пропустить Следующий выпуск Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин